В коридорах устойчивый запах краски. Где-то приводят в порядок плинтус. В холлах домывают окна. Это 21-я школа краевого центра. Все это здесь карпели над ремонтом. Полностью поменяли крышу здания, все окна и двери. Школа до ремонта и после, говорит ее директор, как небо и земля. Несколько штрихов и учебное заведение готово к 1 сентября. Хотя и с последними приготовлениями нужно уложиться в срок. До прихода проверочной комиссии остаются считанные дни. Студент на экзамене. Сколько надо, чтобы выучить китайский язык. Ночь у меня есть. У нас еще две ночи и день. Я думаю, что к сдаче будет готов. Сегодня на заседании администрации Ставрополя как раз и говорили о готовности школ к 1 сентября. С трибуны звучало, школьники придут на занятия в отремонтированные здания. Никаких задержек или отсрочек ремонта быть не может. На сегодняшний день все работы закончены. Сегодня начата приемка школ. И 17 числа мы работу комиссии закончим. 1 сентября все муниципальные образовательные учреждения будут готовы к осуществлению образовательного процесса. Другая тема заседания – день рождения в Ставрополе. Подготовка к празднованию круглой даты. В этом году Краевому центру исполняются 235 лет. Идет полным хода. Уже придумали логотип и девиз «Ставрополь – хранитель истории». В городе появится свое дерево счастья, где его установят, пока не ясно. А также на день города посадят древо жизни – вековой дуб. По-прежнему площадь Ленина останется главной спортивной площадкой. В Парке Победы будут трудиться десятки кулинаров. Планируется приготовить самый большой салат оливье в России. Это около 1200 килограммов. Галоконцерт пройдет на Крепостной горе. Там же выступит известная российская поп-звезда. Кто это, пока организаторы держат в секрете. В честь круглой даты Краевого центра пройдет марафон добрых дел. Так приобретен автомобиль для многодетной семьи. Оказывается помощь в части оформления земельного участка. Восстанавливается жилой дом по улице Керцена после пожара. Выполняется ряд ремонтных работ на 24-й школе. Переданы строительные материалы, военные части, десантный полк. Андрей Джадоев подчеркнул, на праздники нельзя ударить в грязь лицом и отпраздновать именины не хуже Дня края. Программа по проведению Дня Старопольского края была просто великолепная. Очень понравилась Татьяна Ивановна. И для того, чтобы выйти хотя бы на такой уровень, нам действительно придется очень много сил приложить. Поэтому я прошу к этому отнестись серьезно. Может быть, где-то я что-то подчеркну. И еще одна тема, о которой говорили чиновники. Не все горожане довольны переименованием улиц. Многим хотят присвоить их историческое название. Люди жалуются, звучало в зале, что эта переименовка добавит массу проблем. Надо будет менять документы, тратить деньги. Андрей Джадоев предложил дать улицам двойное название – старое и новое. Тогда суматохи с документами не будет, пока этот вопрос повис в воздухе.